Так, несколько дней назад американская SpaceX запустила ракету с первым за декаду украинским оптическим спутником СИЧ-230. После успешного его выхода на орбиту специалисты заговорили о дальнейших планах на региональных уровнях. Представители украинских кластеров провели конференцию в Одессе о развитии космической сферы. По мнению экспертов, за годы независимости не было проведено ни одной реформы, и отрасль, за некоторыми исключениями, занималась продажей разработок советских времен. Старые подходы больше не приносят позитивный результат. Потому реорганизация украинской космонавтики необходима и вполне осуществима в ближайшие несколько лет. Украина является космической страной, но она является космической страной не только в понимании того, что она производит ракетных сетей, а также сопутников. Найбільшие рынки в мире, которые касаются использования дистанционного зондувания Земли, информации, которая получается из космоса, использование орбитальных средств и навигации, это все велетенские рынки. И как Украина, так и Одесса традиционно присутствует на этих рынках уже протягом 40-50 лет. Не можно забывать про то, что именно здесь, в Одессе и на Одессе, были в проведении технологий еще в Радянском Союзе, сопутниковые телекоммуникации обеспечивались Одесским научно-исследовательным институтом. Пока в Украине действует пять космических кластеров. В их числе Днепровский, Полесье, Слобожанщина и Причерноморский. Каждый из них работает по своей специализации – спутника и ракетостроения, мехатроника и обработка данных из космоса. По словам специалистов, именно создание всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров позволит адаптировать сферу к новым технологиям и повысит результативность в производстве оборудования для изучения космоса. Представители Одесской областной госадминистрации рассказывают, с Южным Причерноморским кластером регион сотрудничает на постоянной основе. В первую очередь это касается засухи, смены климата, вопросов экологии, в том числе несанкционированные свалки, а также территориальной обороны. Такие спильные идеи и те материалы, которые можно надавать нам про Чорноморский кластер, будут использованы для органов-выконавчивой влады, местного самовредования, с тем, чтобы обеспечить всякие риски и створить экономическое подгрунение и поле для инвестиций. Отмечу, в сентябре прошлого года правительство одобрило государственную космическую программу Украины до 2025 года. И предусматривает она не только надежду на маска и помощь НАСА. На развитие космической сферы в Украине в следующие три года готовы потратить 40 миллиардов гривен, из них около 16 миллиардов бюджетные средства, а остальную сумму возьмут из других источников. В ближайшие несколько лет, по словам представителей украинских кластеров, Украина планирует строить космические системы наблюдения Земли и их составляющие, а также внедрять космические технологии на мировом рынке. Утверждение космической программы дает возможность уже в рамках тех планов, которые есть у космического агентства, у предприятий, которые как раз работают в космической отрасли, выполнять те задания, которые сейчас есть. Бессловно, наша задача также стать членом Европейского космического агентства, быть доступным до тех грантов, того финансирования, которые есть, а у них достаточно большое финансирование. Бессловно, стоит задача перед правительством максимально увеличивать финансирование, но здесь это финансирование будет выделяться в рамках технико-экономического обоснования, какую пользу приносит стране. Тем не менее, в ближайшие пару лет Украине остается продолжать производить детали для сборки ракеты спутников, а этим у нас в стране занимается около 40 предприятий и перенимать опыт заграничных специалистов в космической сфере. Представители кластеров рассказали, что космодром в Украине не построить. Одесская область в этом вопросе тоже остается за бортом. Для его строительства нужна пустая местность в радиусе не менее 500 километров. Несмотря на то, что страна густонаселенная, такой участок все-таки удалось найти. Он расположен на стыке Одесской и Николаевской области. Однако к этому добавился риск крушения ракеты на территорию Турции. Теоретически можно построить. Но сейчас, уважаемый Сергей, сказал, что в космической программе рассматриваются проекты, которые позволят Украине иметь возможность пускать ракеты. Это в Канаде, в Австралии. И, возможно, будет еще воздушный старт. Это вообще... Да, и морской. Это уникальная тема, которая может загрузить на самолет. Самолет полетит где-то там в район ближе к экватору и над океаном запустит любую ракету, любой спутник. Для Украины новый спутник может стать первым шагом выхода из затяжного кризиса космической отрасли. Успех СИЧ-230 может дать зеленый свет для запуска группы спутников, помогающих как украинской экономике, так и армии. Последний свой спутник перед недавним запуском Украина отправила на орбиту в 2011 году. Тогда участие в старте принял ряд российских компаний, и уже через год связь с ним была потеряна. Позже выяснилось, что проблема возникла из-за элемента питания. С тех пор спутников у нас на орбите не было вовсе. К 2025 году Госкосмос хочет развернуть еще шесть аппаратов высокой пространственной разрозненности и один сверхвысокой. Запуск нового позволит Украине обновить навыки самостоятельного управления спутниками. И, по словам экспертов, будущий персонал уже долгие годы обучается в наших вузах. Правда, получать опыт и жить молодые специалисты пока предпочитают за границей. Чтобы привлечь их внимание, придется не просто поговорить, а действительно постараться модернизировать систему. Переосмысляли украинскую космическую сферу. Татьяна Бурумбей, Алексей Прокопенко, Наталья Штуц, телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова